Бля, я какой-то этот, вы на канале Тортила ТВ Какая-то, как-то Панама стала странно выглядеть Короче, в зеркале казалось лучше, все обломано, я хотел какую-то сценку сыграть За вас, виноградный сок Приятного просмотра, дорогие зрители Друзья, всем привет, вы на канале Лисицына Глеба Анатольевича Вот в такой вот интересной Панаме Из, бля, как будто реально из очка слона достал Просто посмотрите, какая-то вся мятая форма Форму потерял максимально Еще я помню, когда я ее покупал, я ходил, думаю, бля, это просто лучшая моя покупка Пару раз в чемоданах перевез И все уже, можно туалетную бумагу отправлять в целом Бля, если кто-то знает, как сделать так, чтобы она была не мятая, как в магазине Дайте знать в комментариях Крутая Панама, она мне хорошо, у меня башка огромная Как этот шар, на котором я летал недавно А чтобы увидеть, на каком шаре я летал Подписывайтесь обязательно на мой телеграм-канал по ссылочке в описании Короче, реально, если кто-то знает, как устранить данную проблему Вот, помогите Я сегодня буду выпивать сок виноградный И смотреть с вами немножко Этит Смотреть с вами, дорогая, я забил У меня подставка появилась под ноутбук Так, вроде как-то поудобнее, вот так не надо делать Поэтому начинаем с вами плодотворную работу, ребята Короче, ставьте лайки обязательно Переходите, покупайте мерч по ссылочке в описании Переходите в телеграм-канал Пацанки по понедельникам Я, Женя, снимаю на ютубе Короче, ладно Всем приятного просмотра Самых-самых-самых-самых позитивных вибраций Добро, улыбок и т.д. Поехали Дорогая, забил Это мы типа едем Ой, бля, какой позор Все Самара Город на Волге Здесь, среди роскошных набережных и широких плыв Город на Волге Город на Жигули, блин Ваше здоровье Мне нравится Жизнь Ани скрашивают Трехлетний Аристарх Или как его там вообще Жизнь Ани скрашивают Трехлетний Аристарх Десятилетняя Василиса И кот Любин А вот усложняет супруг Матвей Четыре года совместно Ну, если бы не Матвей, не было бы Аристарха и кота Давайте так И девочки этой Жизни он сопротивляет Кстати, хорошо, что у меня память Знаете, типа, длится Секунд десять максимум То есть сказали имя девочки Проходит десять секунд Я даю комментарий И запоминаю только Аристарха Матвей Все А, ну какой-то там кот Любим Или что там Дебил Я не помню, как его зовут Делам У нас папа спящая красавица Когда он спит, все ходят на цыпочках Вообще не вижу в этом проблемы Не нравится тихо на цыпочках ходить дома? Ходите громко Что, блядь? Можно выйти, пойти в парк, сквер На улицу погулять Мест полно Что Аня и... Ну или ты, чучело огородное Иди себе хостел сними Лежи, блядь, до потери пульса До конца жизни Ведь пошуметь от души любят И маленький Орюша И племянница Василиса Которая сейчас живет С закаловыми Аристарх У меня в жизни был только один знакомый Аристарх В школе в Москве, когда я переехал Это был конец восьмого класса Я попал в школу В которую на 1 сентября частенько приезжал Медведев Там фотки были Ну такая вот прям Очень хорошая школа Района Очакова В Москве Вот Короче, к чему это? И там был парень Аристарх Он всегда ходил в костюме Вряд ли он был из бедной семьи Судя по костюму И вообще всяким там приблудам Вот И он был, знаете, такой Супер вальяжный Супер такой вот Спокойный Очень вежливый И он всегда был готов ко всем предметам Мы всегда так Аристарх Он такой Да Вот реально, знаете, такой Аристарх Вот у меня ассоциация с Аристархом Это какой-то вот такой вот Сильвестер Андреевич какой-то Арист Ну вы понимаете Аристарх Вот только так Если Аристарх Это какой-то рас***л Я бы сказал Блядь, это имя вообще как-то Не идет оно тебе Сестра недавно родила ребенка И мы забрали Василиска себе Давайте соберем с вами Найзем растения Очень полезный есть Иван-чай Он называется по-другому Кипрей Или фьюсти Вот эти вот все травы Вот я даже название их не знаю Она их соберет По дому Потом все это везде разложено Ничего спокойно достать нельзя Откуда-то что-то Да упадет Блин, звуковые эффекты Достаточно топовые были Прикольно сделали все Хотите, я вам мастер-класс Покажу, как ласт по деревьям Давай Так, три точки опоры Две руки, одна нога Нагулявшись на весь день Аня с детьми возвращается домой Папа Почитай мне книжу Ну нет, дай я посплю Я работал всю ночь Ну папа Я прошу папу Приглач, а он не хочет Ну папа Дай мне поспать, пожалуйста Из-за детей хочется меньше негативить Они только появляются Сразу же на синхронах Типа Я все детство зеву в говне И Я к этому взял пивок Ну я надеюсь, что папа выиграет И я такой Блин Просто надо выспаться иногда Чтобы следующий день был продуктивней Но мы же делаем это не специально Мы просто очень тоскуем А спать папе надо Потому что по ночам он развлекает посетителей в клубе Три раза в неделю Матвей превращается в диджея сыроежкина Ну я как? Я на работу должен идти С хорошим настроением Отдохнувшим С позитивной энергетикой Ааа То есть он получается диджей У нас просто обычно все герои Дорогая забила Такие вот матерые мужики Типа Ты кто? Да я слесарь Ёб ты Просто сейчас вообще заказов нема Окей? Вот Либо какой-то там Ну короче вы поняли Вот такие вот профессии А тут диджей Периодически нужно Опять бабки Блин Сколько можно денег? 400 тысяч И что мне с ними делать? Я это всегда чувствую Анют Да? Сделай пожалуйста кофе А ты не можешь сам подойти? У меня гора просто посуда здесь И еще бутерброд Я только домой зашла Можно дышусь немного? С колбаской и сыром Я Ставлю вот именно на этом столе Я тебе не могу Сменно забеги что ли? Так постоянно как на дистанции на какую-то нахожусь Анют давай быстрее Я жду Я делаю Но иначе он просто не отстанет Свободный от бутербродов Время Ну а как ты хотела жить Вот с таким вот музыкальным гением Медиагигантом Слэш диджеем Возможно потом позовут на сёркл И на любые крутые движухи Поэтому Да господи хватит Поэтому нужно терпеть По другому никак Если ты начинаешь встречаться с звездой Тем более такого масштаба Но есть в этом всегда свои какие-то, к сожалению, минусы Не трудится на двух работах То аниматором, то гримером на мероприятиях Дружно, в круг все соберёмся Раз, два, три Так же дружно разойдёмся Раз, два, три И похлопаем руками Раз, два, три Ну это не работа Это развлекалово Ногами потопали Руками похлопали Как там можно устать? Это титанический труд Ты попробуй каждому найди Чего? Он реально думает, что это никак не выматывает? Индивидуальный подход Опять же настроение хорошее Постоянно у тебя должно находиться Извини меня А что сложного тогда Если мыслить такими же категориями, как ты? Что сложного в твоей работе? Встал я Включил микс Периодически просто сводишь одну дорожку Один трек с другим Ну путём, естественно, вот этого вот микшера Да, просто сделал Стоишь вот так И всё И что? Ты устаёшь? Чучело Алё Охереть, жена там танцует Чё-то там прыгает в разных костюмах Ну это не выматывает Это ферня Юп Да, братик О, бутерброды я тоже хочу Как? Какие бутерброды? Ты что? Это вредно детям Ладно Ой, бля У нас в доме раздельная Типа, как наебанная родная дочь Это вредно детям Ладно И ушла Всё У меня вкусное У детей полезное Все счастливы А после еды самое время прилечь Ребятки, ну может пойдёте в другую комнату Поиграйте Дайте мне немножко отдохнуть Музыку послушать А? Успокойся и посидеть Бытовой вопрос для него Это скучное занятие И поэтому он не хочет этим заниматься Вот только своим творчеством Мог бы нормальную работу выбрать Ну ладно Не дочь, а племянница Она говорит Мог бы нормальную работу выбрать Ну чтобы там Он весь день работал Вот А потом вечером помогала Аня Но ещё 4 года назад Матвей был готов на любую авантюру Да, да, да Все мужья в первые годы На что-либо готовы Даже свадьбу молодые сделали Сюрпризом для родных 9 апреля Давай мы твой день рождения сделаем свадьбу Давай Ну и собственно Мы решили делать всё сами А родители мы позвали Говорили Что это у него там за костюм Рататуя, блин, какого-то Нам друзьям Мне на день рождения делают В сквере Праздник А с первого как раз ЗАГСа Приезжает такси с её мамой И она выходит и понимает Что в принципе-то она приехала Не на день рождения То есть уже поняла Такая Ну ладно Но после свадьбы всё изменилось Быт и дети полностью на Ане Посмотрите Вот прям сейчас на экран Посмотрите на коридор Пожалуйста Молодая семья И диджей Ну то есть это Учитывая то, что они оба работают Тысяч, наверное, 60 в месяц Не в Москве Не в Питере Посмотрите, пожалуйста, ещё раз на картинку Ага Вот такие вот пироги Привет Привет Заходи Тебе помочь? Давай Сумки тяжёлые Давай вот это Давай А ещё она организовала дома Фримаркет Бесплатную ярмарку Теперь раз в неделю К Закаловым приходят люди Чтобы обменять Свои ненужные Девушка Посмотрите, пожалуйста Теперь раз в неделю Девушка точно не из баскетбольной команды NBA Лос-Анджелес Лейкерс Какой-нибудь там Веба Точнее Woman Basketball Association Такое ощущение, что у неё рост типа там 185 Приходят люди, чтобы обменять свои ненужные Либо наша героиня очень маленькая Типа там 120 Я не знаю Ну какая-то очень высокая дама пришла Нужные вещи Но чужие нужны Какой-то хозяйственный сегодня с лампой В этом доме не хватает света Мама всё время Что-то придумывает К нам приходят всякие люди Аня называет фримаркет благотворительным Потому что здесь всё можно брать Я не могу слушать детей Даже просто так Ничего не оставляя взамен Многим семьям Анина затея помогает Экономить на шопинге Юль, смотри, там для тебя пакетик есть Вот, здесь джинсики Либо на тебя с лечкой Вот, и на Лену кофточка ещё О, вообще шикарно, слушай Как вам? Шмотки покрупнее Да может, ещё придут Я в своём доме ещё и в туалет не могу сходить Там же ещё кто-то Ну, матёж Вот это фримаркет Для каком противный, а? Прям вот именно такой, знаете, пока что именно противный Другое слово не подходит Пока что обзывать его даже не хочется никак Как это вообще? Он именно такой нудный, противненький, такой... Сейчас, подождите Вламывается команда ребят Которые прыгают на твою кровать Садятся на твой унитаз Пьют из твоих чашек Гладят твоего кота А можно это в следующий раз не дома делать? Я очень рада, что фримаркет проходит именно у меня дома Потому что времени и так нет Это ещё нужно было бы куда-то ходить Тем более с детьми Ну, попробуем сейчас Сухо, он ещё и играет Вытянуть этот бой Необычное хобби жены Матвей не разделяет Но после ночной работы и сна до обеда День он посвящает своим увлечениям Пока папа наматывает круги свободы У мамы нет времени даже присесть За день надо помыть посуду Подмести, покормить и убрать за котом Навести порядок в квартире Постирать и главное Уделить внимание сначала одному ребёнку Я собрала Она ещё работает и проводит ярмарки Чтобы бабки зарабатывать Да так, ничего особо не делает жена Ага А теперь ты ищешь красную машину А потом здоровую Лучше набирать поменьше краски Потому что иначе она будет стекать Ну и на десерт Успеть что-нибудь починить Я каждый день включаю турборежим Чтобы всё успеть И всё равно заканчиваю поздно ночью Моей жене нужно чуть меньше переживать И чуть-чуть больше делать Делать не только за маму Чуть-чуть больше делать, бля Но и за папу Ведь он домом вообще не занимается У нас не дом, а арт-хаус Можно выставки проводить В этой комнате мы все живём Комната три в одном Ну, во-первых, конечно, как на вокзале Огромное спальное место Нет, вот каждая хата по-своему ужасна То есть, наверное, нет такой, где вот прям Совсем хуже, чем все, которые мы смотрели, да? Ну, каждая прям выделяется Потому что тоже, вот посмотрите вокруг Люди, получается, ну как Все члены семьи в одной комнате И... Не хочу, не хочется уже ничего говорить Раскладушки, матрас Здесь мы спим абсолютно все вместе И муж, и я, и ребёнок, и племянница, и даже кот Места совершенно не хватает ни для игрушек, ни для одежды При том, что есть и вторая комната Но она исполняет роль кладовки А это наша реквизиторная Здесь хранится реквизит Детская одежда, детские костюмы И даже... Ну, прикольно было бы хотя бы в этой комнате На её месте прибраться Выделить там один, два, три дня, да? И проводить ярмарку здесь То есть целое пространство для проведения ярмарки Можно было бы входить прям в обуви Чтобы это прям такой, знаете, типа реально магаз был Вот Но проводить в прихожей Учитывая то, что она узкая Вся такая некрасивая Как-то вот... Вот реально, что нужно сделать? Даже если ты девушка Понятно дело, что как бы я уже не рассчитываю на мужа Там просто конченый придур Лежит в наушниках Окей, хорошо Покрасила бы валиком стены в белый цвет Убрала бы здесь всё Всё, суперкомната была бы То есть она же как бы... И сама бы хотела, наверное, жить где-то В таком приятном месте, да? Она вот ждёт от мужа А вот я не понимаю Зачем ждать от таких людей что-то? У нас каждый герой В каждом шоу Это просто трутень И пока не придёт какой-нибудь пив Там, да? Ничего не изменится Реально Он так и будет лежать Потому что Да, зачем что-то делать? Типа Что? Что произойдёт? Разведёмся? Да никто разводиться не будет Всем лень Мешок с цементом Сюда тоже попал Да и где-то там мешок с говном Я бы не удивился Лень Отсутствие возможностей Как... Да, возможностей, кстати, точно нет Лень это так Самое последнее Так отсутствие возможностей Естественно, это на первом месте Потому что валик и краска И шпатель Или как это? Чтобы снять обои Это... Ну, это реально дорого Это дорого в наше время И диджей не получает таких денег Соответственно, я понять его Как мужчину могу точно Физических, так и материальных Может быть, скопившаяся усталость Тоже Но это всё вытыкается в лень Всё в совокупности Да, я говорю Мужичка понимаю точно Баба дура Реально дура Вот, поэтому Ну, вот как Слышали? Что это за музыка У меня на улице От сигналок Может быть, даже так Матюш Ну, какие сейчас танки могут быть? Ты мне скажи, пожалуйста Там Аристарх уже меня просто вот Душу всё вынул Говорит, с папой С папой хочу Вообще не... Ну, смотри, какая игра Папа со мной не гонит Маслый Ну, давай прямо сейчас один бой И я постараюсь что-нибудь сделать Какой бой? Пожалуйста Эпичный И выигрышный Поучаствуй в жизни, семьи Хоть один раз Вижу, что у них Очень сложные отношения О, не смотри Всё как всегда Это просто ты как всегда Меня какими-то заботами Нагружаешь Я человек творческий Мне нужна свобода Пространство А когда начинается бытовуха Я в ней грязну Закапываюсь И, ну, никакого процесса Чел, ты живёшь в говне О каком творчестве речь? Типа, где? В чём проявляется творчество? То есть, если ты играешь По-прежнему А, диджей Самары Ты играешь в Самаре Я уверен на миллиард процентов Не в крутом клубе Плюс-минус Одни и те же миксы Которые ты сводишь А, возможно, ты вообще Просто готовый заряжаешь В чём твоё творчество? В чём ты творческий человек? Я не понимаю То есть, я знаю Что какие-нибудь там Условно, не знаю Творческие личности Всякие блогеры У которых есть деньги Они могут не тратить время Вот на это и на это Потому что это можно делегировать Здесь можно заплатить Ты не делаешь ничего Я творческий Ну, какой творческий? Бля, кстати Хорошо, что я серьёзно Рассуждаю И виноградный сок Добавляет мне такой, знаете Такой, типа Я не понял Ты чё охренел? Ты чё свою жену Вообще не уважаешь? Сейчас и не получается Эх Всю игру мне испортится Да Тварь У нас вся жизнь сюрприз Что у неё, что у меня Поэтому Отклоняться от Таких Своих личных правил Уже, мне кажется Было поздно А вот Аня Обеими руками За смену правил Поэтому пишет задание Ведь Андрей Пиф уже в Самаре И вот-вот Андрей Пиф Стучится в дверь Закаловых Это у неё планшет в руках Сейчас там Пиф появится Это не монтаж Говорят, люди взрослеют с рождения Посмотрите Беленький Точнее, серенький пиджак Синяя водолазка Красненькие штанишки Белые кроссовочки Apple Бля, Пиф Ладно Я не заряжал их 7 августа Как приехал Хотел сказать в Турцию Приехал в Грузию Вот Но ради дорогая я забил Естественно Пиф Мы с тобой всегда должны быть в Apple Watch Это моя Одна из первых покупок Во, поехали Но, оказывается, не все Так в семье Закаловых Обязанности взрослого Почему-то выполняет мама Что ж Попробуем вырастить папу Прямо сейчас Кажется, приехали Свои 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 Аня О, здравствуйте Проходите, Андрей Бля, ручка отвалилась просто Это тебе Это особо Просто чел Только порог Он не успел порог перейти Уже валится ручка Боже, я хочу уже увидеть Как сейчас диджей встанет И будет так Своенности нашего быта Я не ожидала То, что Андрей Так быстро решит нагрянуть И сломает ручку Да Шоу уже что-то сломал Обычно наоборот Мы завтракаем Поэтому приглашаю вас К нашему столу проходить Незваных гостей Сразу за стол Званых Мы с ней семьей завтракаем Конечно Здрасте Доброе утро Андрей Матвей Посмотрите Посмотрите Какая вот просто Это Это, наверное, один из Любимых моментов Этой передачи Матвей И день назад Когда пифа не было И камера тоже Нет, ну ладно Камеры были Понятно Понятно Дело Не мешая Творческий человек Надо отдохнуть Бля Зачем Игла И чувствовать Всю Лень Анюта Не может Жить Чтобы Вот Хоть В какую-нибудь Хрень Но не вписаться У тебя Как звать Аристарх Матвеевич Аристарх Матвеевич Андрей Василиса Привет Спите еще Ну позвольте Ну мама стоит Раньше Всех Семь утра И началась Катавайся Завтраками Дела Ну на самом деле Если честно Мало мне кто Помогает Ребята Конечно Стараются Но они еще Маленькие И сколько Ты уже отдыхаешь Давно Года два Четыре Четыре даже целых Как летят Года А так всегда Надо То что говорит Матвей умножить На два Лучше на три Нет Наверное На три На три А Да На три Лучше То есть если я буду Через пять минут Это через пятнадцать Будет готово Но она из себя Делает гуру расчетов В итоге Наворачивается Такое с чем Просто жить Невозможно А с детской Что будем делать А детская Это что Площадка Детская Называется Ребят Вам вообще Точно нужно Менять вашу Комнату Пожалуйста Услышьте меня Как-то Хотя передача Снималась Три года назад Потому что Вы спите Просто в каком-то Приюте Я не знаю Как это назвать Ну это Притон Вот Нужно срочно Менять зал Либо Ну как бы Кухня Это самое Ходовое Обычно Вот кухню Менять Точно нужно Потому что Как правило Всегда Все очень плохо А вы там Проводите Большую часть Времени Вы там Едите Вы там Готовите Ну тут я понял Сразу Сейчас начнется Это игровая Ну это же Кладовка Склад какой-то Поэтому она и называется Там Это хранитель Этой комнаты Жутковатенькая Ну я не знаю Разные видел Детские комнаты Ну что такое У тебя есть Какие-то Претензии Жалобы Что сформулирует Конечно же Я очень сильно Устаю То есть это До трех часов Ночи начинается Готовка Первого Второго Третьего С утра Стирки Уборки Тяжелые пакеты С которыми Я еду Через весь город Зачем кататься Через весь город С пакетами Сначала проблем Себя придумаем А потом Виноваты Кто Матвей Нужно все время Следите за младшим Нужно с Васей Учить уроки Нужно гулять Кота Типа она По его мнению Дура Что она ездит На другой конец города А потом через весь город Едет с пакетами Типа все наверное Где-то есть здесь Поблизости Естественно этого нет Но Матвей Это диджей Извините меня Популярный Имеет право Делегировать Имеет право Высказывать недовольство Имеет право Вообще на все Потому что Блин Медийная личность Хер ты что ему скажешь Так Что сделать Что не хватает Именно отдыха Хочется поспать Полежать Аристар Очень скучает По папе Но когда папа приходит Он его практически не видит Это уже тот рубеж Когда следующим шагом Папе никто не доверяет Ничем не делится Папа не нужен Твоя очередь меняться И за три дня Тебе нужно Первое Прожить жизнью Ани И выполнить все ее дела Второе Тебе нужно заново Познакомиться Подружиться И все таки Уделять время Детям Ну а что с ними знакомиться Мы знакомы Хорошие дети Вроде Ну и третий Последний пункт Тебе нужно сделать Как я полагаю В там комнате Ремонт Ой стены Обои Всегда можно поклеить У нас же даже на самом деле В коридор обои лежат И клея лежит Купольный По метражу Ну что Матвей Подтверди Своё согласие На камеру Что ты Причем Матвей Знаете что я могу сказать По нему не видно Что он какой-то Прям вот Колхозник Колхозник Знаете такой те Ой Знаете такой те Блин Все ребят Перепил Виноградного сока Короче Обычно у нас такие 45-летние мужики Которые видно Что уже все Они улетели Они жили там Когда-то Тысяча лет до нашей эры Не понимает ничего А мне кажется Он все понимает Просто он настолько Разб***я ленивый Что Ну ему просто Насрано Вот так вот Но он Но он все понимает Ты готов В этом участвовать Я согласен И готов Ну а чего Три дня понапрягался Зато потом как цель Мы оплачиваем все строительные материалы И если ты справишься Со всеми заданиями Ты получишь главный приз программы 200 тысяч рублей Честно Я даже не понимаю Ну как этот приз можно проиграть Ну раз тебе так все легко Тогда начинаем Наконец-то ты поживешь В моей шпоре Давай сначала Собирайся Уже? Да 20 минут Я тебя жду внизу Так, я пошла Вася, помогай, пожалуйста Как-нибудь Матюш, шоколад Алюш, не надо много давать Как вчера Дольку две в день Это прям вот максимум Ты чего волнуешься Что я с детьми Как будто не справлюсь Про кота тоже, пожалуйста Не забывайте И не перекармливайте его Он и так уже толстый Ему пора на диете Посидеть немножко На кого уставляют детей Мне даже страшно подумать Что здесь будет через три дня Не переживай Все будет хорошо Мы со всем справимся Я очень надеюсь Ну ты не хочешь Ладно, ну что Ну все хорошо Давай Хорошо тебе отдохнуть Спасибо Ни о чем не думай Бля, я, наверное, может Из-за виноградного сока Хочется реально сказать Я вот смотрю на это все И мне реально Так грустно Иногда Видимо, когда проникаюсь Вот я на нее смотрю На жену Я понимаю, что Она типа как женщина Ну она практически уже убита Все, то есть Ее не существует Это просто тело с волосами Которое ходит Что-то делает И все Все, на этом вся жизнь То есть С утра до ночи Одно и то же Абсолютно То есть если вы там сейчас студентка Или студент Это все не в счет Я про взрослую жизнь Вот такая взрослая жизнь Как по мне Это худшее, что может быть Не потому что Я живу по-другому И смотрю на это Думаю, о боже Какой ужас А потому что Вот из-за таких мужей И вот они делают семьи И все настолько сильно запускается Что на это реально страшно смотреть И понятное дело Что это передача Здесь есть какие-то моменты шоу Какой-то сценарий Но таких семей много И периодически я сижу Не периодически Я уже весь год сижу И каждый раз Охереваю Как по-новому Каждый раз Потому что это настолько ужасно То есть Я реально вижу То, что в ней убита Сексуальность Женственность В ней убито все вообще То есть Она просто передвигается Все Вот это ее Как сказать Короче, это все Что она сейчас может Вот Но на самом деле В ней столько всего Хорошего и яркого Может быть Раскрыто Но Посмотрите на левого Вот этого мужчину Ты убил все Красава Не понимаю Почему она парится Весело Все вместе И интересно Хотя, если честно У нее тоже все убито Я очень хочу пожить для себя Есть мечта Это покататься на лошадях Ну и конечно Хотелось бы с ПАТО Сходить Потому что я устаю На мне дети Устает спина Я постоянно таскаю То пакеты То сумки Не буду тратить ваше время Мы начинаем? Начинаем Пойдем Шоу Начинается Ты точно готов? Точно готов Назад Что-то они не обсудили Что они будут ремонтировать Кухню или спальню Ну точнее зал Где они спят Все, идем дальше Идем до конца Хорошо Вот задание Аня На Изучай И выполняй Хорошо А я приду завтра Проверю как вы тут Хорошо? Все, до завтра Пока До встречи До свидания Лучше бы ведущий тоже поехал в спа Смотрите, что нам написала Мама Зачем? Зачем ведущий поехал в спа Не понял? Каждое утром я делаю с детьми зарядку А мы же забьем на этот пункт У нас дома зарядка у всех Да жукота Кроме папы А у папы вместо гантели Чашка Кофе в руке Корми детей свежими продуктами Это как я понимаю Ааа Ребята Это четвертый сезон Соответственно заданий Прям до хера И вот это очень сложно Потому что Кто любит шоу Дорогая забил Понимаешь Что там в первый Второй по-моему сезон Заданий максимум 4 в день И это норм Ну там и приз 100 тысяч Здесь приз по-моему 200 Но заданий просто херово туча Я не знаю как он Но он не сделает ничего Я думаю Давайте так Мой прогноз Что Блин, ну не знаю Получит он приз или нет Но он точно Просрет очень много всего Вот прям по лицу видно Это тот тип людей Который Я уверен во всем Кому он сгирит Окей Я сейчас все сделаю И такие люди все просирают Посмотрим на мой прогноз Сегодня Будь о лапше Быстрого приготовления Ну как это можно О ней забыть Она же такая вкусная О нет Я не хочу думать об этом Вырывала тарелку Мой посуду каждый раз После еды Иначе набегут тараканы Как год назад Или мама приедет И сама помоет Очень странно Что Аня не научила детей Мыть посуду за собой Это элементарно У Арюши Обязательный дневной сон Он сопротивляется Но я его укладываю Ты мне поможешь с этим? Ну ты-то ведь не сопротивляешься Перед сном я пою Арюши колыбельную Про божью коровку Ну я думаю С этим я справлюсь Вася говорил Что Аня легко справляется Со сном Но Ведь я когда она это делает на работе Может быть это даже не так После сна Я учу сына алфавиту Иначе он забывает буквы Как можно буквы-то забыть? Это же буквы Сыном нужно заниматься каждый день Это по-моему самый тупой вопрос в истории Как можно буквы-то забыть? Это же буквы Типа Как можно текст забыть? Это же текст Как можно забыть номер телефона? Это же номер Как можно Просто так Можно продолжать бесконечно У Василисы сегодня урок вокала Нужно ее отвезти Но предварительно Сделай из нее домашнее задание Я обещала родителям Василисы Что мы будем продолжать заниматься Вокалом Перед сном я купаю Арюшу И проверяю Чтобы Василиса почистила зубы Мне тоже надо проверять Что ты чистишь зубы? Можно не проверять? Я не каждый день Чищу зубы После того, как дети уснут Я подметаю и мою полы Собираю игрушки И конструктор малыша Убираю грязные вещи в стирку Но сегодня это ты Ну и что тут тереть? Анюта все прибрала Все помыла И так чисто Я надеюсь, что Матвей увидит Как чисто в нашем доме Очень быстро превращается в грязный Хоть ты и творческий человек Но ремонт ты обещал сделать Ну тут да Да типа начни ремонт А перед этим 29 тысяч пунктов чего-либо Ничего, ничего И не такие горы покоряли Вот честно говорю Если я приеду И вижу, что поклеены Хотя бы обои Это уже будет Победа для меня Победы победами А обед по расписанию Все за омлет? Да Замечательно Если Матвей вдруг решит готовить Он будет готовить Либо яичницу Либо омлет Только положи туда помидоры Ну, хорошо А мне не надо Вам нет помидоров Я лапшу с омлетом Лапшу с омлетом? Хорошо Такое ощущение, что они кухню с рестораном перепутали Может быть еще кому-то с ратишоками На безлактозном молоке сделать коктейль? Прости, милый Такая уж у нас женщина жизнь Я подошел к процессу творческий Объединил два желания И получилось даже совсем неплохо Это что, омлет с макаронами? А что же еще? Вы же именно это и просили Ты просила омлет Аристарх просил макароны Она попросила омлет с помидорами Идиотина Хочу обшую омлет Отдельно И хотя Василиса просила омлет с помидорами Матвей подал их как отдельное блюдо Приятного аппетита А красиво получилось Я молодец Ой, пошел Но других блюд в меню не было Пришлось есть и это Ну что, все, скушали? Молодцы Бля, омлет так еще и получается С макаронами такими типа Роллтон Дежрак То ест, тот и работает От чтения списка маминых забот У Матвея потемнело В глазах Ну что, давайте попробуем начать С последнего пункта С ремонта Вот сразу видно Сидела, старалась Вот чтобы этот мозг еще побольше выпилить Сразу видно, придумывала Обустроить комнату Аня просит Матвея Уже 4 года совместной жизни Вся детская завалена реквизитом Не, а, хотя, хотя Можно и детскую сделать Лучше, чтобы было хорошо Рестарху, чем вам Типа, вы и так справитесь, наверное Не от хорошей жизни А от отсутствия ремонта Желательно, чтобы в этой комнате Жила жена Или старых А ты дальше Чтобы мутился В своих вот этих вот стенах Пошарпанных И новой мебели В ней Так, еще одна коробка И это Сюда Смотрите, что я нашел Есть что? Чей парик? Ой? Нет Может быть, единорожки? Нет Тоже вот туда Мусорку Очень важно, чтобы Матвей Сложил все по коробкам Чтобы ничего не потерялось И ничего не сломалось Все сюда Через полчаса закончились И вещи И папины силы Так, чего мы занимаемся? Смотрим мультфильмы А не много вам мультфильмов? Убирайте телефон И немножко поспите Слово спать Оно в запрете вообще Ему нельзя говорить Это ругательное какое-то слово А, для Аристарха А я сначала не понял Типа, в смысле ругательное А вот я бы поспал Я не сомневаюсь, бро Буду спать А ты маме всегда тоже так же капризничаешь? Я не буду спать Давай, под одеялку забирайся Давай, носочки снимаем Я не буду спать Я не буду спать Надо поспать Почему у меня он не засыпает А Ваня засыпает Что-то здесь нечисто Вот так вот Я буду спать Да мы не будем спать Давай Ты же, скорее всего, столько же внимания Да, уделял Интересно, почему же с ней спит А с тобой нет? Мы просто полежим Политика Матвея Если дети не спят Надо их побольше утомить Делами и уроками Давай-ка вспомним Это что за буква? О! О! Крепи ее на стенку Так А вот эта буква? Мэ! Мэ! Это прям первая буква моего имени А вот эта какая буква? Ну давай, вспомни Тебе пальчики? Да Ну что это буква? Я Я! Я уже, хорошо Ой, вот этот талант Весь в меня А вот это что за буква? С С Так, и что у нас получается за слово? Папа Дипломат у меня сын Настоящий дипломат Давай, если мы с буквами уже с тобой неплохо разбираемся Давай попробуем разбираться Да, попробуем интегралы, братик Да, погнали Собраться с цифрами Аристалл Пять Ну какая же это пятерка Ну ты посмотри, она на пятерку даже не похожа Что это за цифра такая? А вот так Понятно все Пап, это буква? Хе, какая? Целых три дня я здесь буду спать Пока папа переживает педагогическое падение Мама ныряет прямиком в долгожданный отдых Понимаю, что можно раскинуть на большой кровати и просто полежать Все чистое, аккуратное, все прибрано То, что у тебя должно быть каждый день дома Ты увидела впервые, случайно на передачу попав Чего не нужно делать, расслабляться, конечно, нужно, но к этому тоже приходишь постепенно, отпускаешь и пытаешься с себя снять вот этот весь груз за всю ответственность Вода расслабляет, хамам успокаивает и ты выходишь отдохнувшим, таким разогретым, более теплым, более мягким А у Матвея дома ни минуты покоя Мы что, забыли? Мы же на вокал опаздываем Что, нам прямо сейчас надо собираться куда-то ехать? Я не понимаю, зачем куда-то ехать, чтобы петь? Хочешь петь? Пой прямо тут Мало зрителей Выйди на... Этот вот тип мужчин, типа, зачем вам с девчонками идти в клуб? Включите себе музыку дома на джебельке и потанцуйте, ёпта За х**ом ехать туда, алло Балкон Ты не могла раньше об этом напомнить? Я думала, вы помните Вообще-то мужчины не многозадачны, я всё в голове удержать и помню Вообще-то с тобой два ребёнка и ты сказал, что выполнишь все пункты Не могу Давайте быстрее, но мы же опаздываем Мы сейчас всё-всё-всё успеем, не переживать Ну вот, я не сделала домашнее задание Какое домашнее задание? По вокалу Ну и ладно, не переживай, ну не сделала и не сделала Домашнее задание по вокалу, ну, это же не алгебра Это Матвей, мой дядя Очень приятно Матвей только, они обычно со мной тоже распеваются Я готов с вами позаниматься Сейчас как возьму, но то ли от третьей октавы Блин, я бы хотел походить на вокал Я как-то уже эту тему поднимал, чтобы меня не видел учитель Потому что мне не хочется петь прямо перед одним человеком То есть мне проще реально спеть перед толпой Чем вот я представляю, как передо мной стоит человек И такая Человек Какая-нибудь девушка или парень И мне говорят, типа Так, Евгений, давайте попробуем вот это Я такой Ну типа нет, я не готов на такое точно Замечать Еще раз Отстаем и что Ты выучила песню? Нет, не выучила Неудобно так, как будто сам домашнее задание не сделал Хотя, конечно, я сам его и не сделал Ну все, Василий, занятие тогда закончено Замечено Что, б***ь? Следующего раза И я тебя жду с выученной песней Обязательно Классное занятие А нельзя, типа, ей было дать текст, чтобы она попела, попробовала попрактиковать сразу же Потом бы выучила Типа, ничего такого там нет Пока-пока До свидания Ну то, что создание не сделали Я, конечно, очень расстроилась Потому что записать песни на студии Это вообще была моя мечта В следующий раз подготовиться Обязательно все споет Сделав вид, что это не он должен был выучить с Василисой песню Матвей уткнулся дома в монитор Может быть, в интернете подскажут Как сбежать от оставшихся заданий Ну ладно, хотя бы смотрят туториалы по диджейнгу Это уже, как бы, знаете Это не играть в танки Давайте так Это неплохо Время-то, ё-моё Мне на работу пора Так Ребята Мне нужно на работу сейчас уехать Смотрите, если на работу Он не успеет сделать ничего Никакого ремонта и так далее Какая работа? Вы остаётесь вдвоём Василиса, ты за старшую? А с кем мы будем? Ну как, вдвоём? Ты уже взрослая Присмотришь за Аристархом? Мы не хотим быть одни Вообще, я, ну, не нянька Чтобы постоянно быть с маленьким ребёнком Ну всё, ты уехал, да? Пока-пока Нехорошо, когда Матвей ушёл на работу И оставил нас с Арюшей одних Нам тоже как-то, наверное, ну, некомфортно одним быть Мы же ещё дети И там, на работе Папа, наконец-то, расслабился Вот так вот выглядит, ребята, творчество Вот она жизнь, вот он движ, вот он кайф А дома тем временем Оставшаяся за старшую Десятилетняя Василиса Организует досуг трёхлетнего Мне кажется, самое страшное Стать вот таким диджеем Типа, намного лучше быть диджеем Который не зарабатывает деньги Но пытается сделать что-то вечно там новое Интересные какие-то миксы Интересные какие-то... Короче, очень много всего интересного Чего-то, возможно, даже нового Что-то постит на Ютуб Тоже, опять же, какие-то миксы, да? Пытается на какие-то фестивали залететь Чем-чел, который каждый день ходит на работу В подобные клубы И говорит, бля, творческая личность Поэтому, бля, ну... Типа, не сегодня, окей? Вот, для меня это прям очень важно Мне кажется, это... Бля, это даже зона комфорта не назвать Но, возможно, это зона комфорта для него То есть он думает, бля, я диджей Типа, всё круто Поэтому не трогайте все меня Но это хрень собачья Типа, это вообще... Это ничего, то, что ты делаешь Абсолютно ничего Это не творчество Ты просто монотонную работу Выполняешь каждый раз, и всё Ты старха Смотри, Алюш, как делаешь Алюш, стоишь здесь И вот так вот на стену Мы любим Класс, как на стене собачь Мы хулиганы Второй день без мамы Матвей с работы вернулся за полночь И только утром увидел плоды самостоятельности детей И это бомбически круто Мне нравится Ведь правда здорово, классно Да, да, оставляете норму И цвет обоев хороший, и не старый совсем А? Не надо талант душить Но у детского творчества оказалась и обратная сторона Ты здесь весь измазался Весь чумазый Это же акрил Хороший такой денёк И пускай дети с утра не чистили зубы Хотя бы руки Матвей помыл На этом папины силы иссякли Опа Кто это? Так он не выполнил, получается, вообще почти не хера Свои Свои в такое время не приходят Приветствую Проходите Спасибо Привет Здрасте Вот они Мне кажется, я под конец выпуска просто буду сидеть вот так вот Типа А, он выиграл? Прикольно, молодо Не, реально, как мужик Проснулись, ещё не проснулись А завтрак-то готов? Я думаю, сделаем яичницу Или омлет Омлет А вчера папа кормил? Вчера, да Там-нибудь на кухне гора посуды? Да Чистоту это сложно назвать, конечно Тут прям огромный жирный минус Это у меня сегодня в списке дел тоже есть Просто на всё не хватило времени пока В каком списке дел у тебя это есть? Который в голове я себе построил Да А ещё я тебе дополню Твой список дел И это задание от мамы на второй день Если туда прибавить все твои задания из головы И то, что ты не сделал вчера Получится очень внушительный список Ты когда это сделаешь? Будем догонять Когда? Сегодня Немного напрягусь И всё будет нормально В лучшем виде Почему-то ему вообще не верится, не знаю Но я могу ошибаться Может он молодец и всё сделает Изучай и выполняй Ребята, кстати, предлагаю вам смотреть меня на 1.25 в ускоренном виде Потому что я, мне кажется, скоро буду разговаривать так типа Бля, мне кажется, что это передача Сделай это, пока Спасибо Вчера ты не все дела успел сделать А тут ещё новый список появился Доброе утро Не забывайте про зарядку, алфавит и дневной сон Я не хочу делать зарядку Но нужно Это каждый день делал Чей он пусть это тоже каждый день делает Не сделаю вчера и сегодня не сделаем это Держи кухню в чистоте Ну тут я надеюсь, вы мне хотя бы поможете с посудой Ну нет, это твои задания Так вот, к детям был бы такой пульт Кнопку нажал, они посуду помыли за собой Кнопку нажал, убрали игрушку Нажал ещё одну кнопочку И громкость На минимум Сегодня у нас по плану Или можно было просто Не рожать детей, этот пульт тебе не нужен был бы, братик Да, да, да Боже, фримаркет Бля, даже не верится, да Вам вообще укладывается в голове, что он типа отец То есть он отец Ему вообще настолько по... Ой, что происходит в семье Что происходит с этим Аристархом То есть он настолько отдалён от этого Что у него одни и те же мысли Блин, да я бы хотел тишины Был бы пульт, чтобы ребёнок убрался Помыл посуду и громкость понизил Камон Типа, мне кажется, чел вообще не понимает, что он батя Мне очень нужны туфли Попробуй поменять ненужные вещи на них Пакет с вещами лежит в комнате Я его пометила Я договорилась, что мне дадут туфли Если взамен что-то будет очень стоящее Как по мне, я собрала лучшее Ещё и ребят что-то принесут Этот фримаркет, это сплошной круговорот говна в нашей квартире На фримаркете будет мой коллега с работы Я договорилась, что он починит ручку на входной двери Это хорошее дело Наконец-то она не будет отваливаться Может быть, он ещё пару заданий выполнит? Я попросила прийти друга Починить ручку, чтобы Матвей это задело И он сам решил её починить Проследи, чтобы дети починили А, то есть это сработало Я думал, ему и на это похер будет тоже Чистили зубы, искупаем ладжего и уложим Папа-то думает, что дети по щелчку засыпают Положил его И он сам через несколько минут уже спит Продолжай делать ремонт, не сдавайся Ну, слушайте, мне кажется, на самом деле Она очень сильно преувеличила свои заслуги за день Он точно скажет, что всего этого я не делаю Да делай, делай, ты нас только дел Хм, а может быть, она меня на слабой берёт? Вот я возьму и всё сделаю Папа Да, ты точно всё сделаешь Мы плачем нырять Что, прям сейчас? Да Так вчера он делал вам омлет с макаронами Чего до него доеб... Мы вообще-то уже голодные Не понимаю, даже я ещё не проголодался, а они уже голодные Ну, пойдём, что-нибудь придумаем Ну, это будет просто Кстати, я официально больше не буду... Ребят, я хотел как лучше Я хотел сесть Пить вино, аккуратно болтать И сейчас я не понимаю... Я не понимаю уже ничего, блядь И уже на кухне стало понятно, что дома не осталось ни одного яйца Поэтому обещанный омлет превратился в оставленный ещё мамой суп Вот такой детский завтрак по-закаловски Вот, даже коту останется у меня На Матвея надейся, а сам не плашай Мне, кстати, тоже часто борщ на завтрак ем Нормальная тема Всякий случай я сварил суп Еды, 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 еды Всё уже готово Пускай они свой суп едят А я своё любимое коронное блюдо буду кушать Себе я заварю лапши А мы тоже хотим лапшу Мы тут там суп Супы всякие едим А он там лапшу там Быстрого приготовления Вау Знаете, так сказал у кого-то, типа Мы тут, блин, едим нахрен крошки просто А он, блин Из этого, блин Из Фрэнк Байбаста, блин Рёбра, блин Барбекю, блин, ест Типа Я не понимаю, то есть А не суп, а он лапшу Так, по-моему, суп намного лучше, чем лапша Ну, мы тоже, конечно, захотели Зачем детей-то дразнить Не знаю Ну, вам я её дам только попробовать Считаю, что все вредные вещи дети должны делать дома под присмотром Чтоб потом не было желания повторять это где-то Матвей явно доволен тем, как накормил детей И ждёт за это благодарности Помоги мне, помой посуду, пожалуйста Ну, это же твои задания Вообще, я... Пошла Ну, идите Мы же всё-таки дети Мы тоже там свою энергию там Мы утомляемся А может, в ванной попробовать это сделать? Любую неплохую идею надо немедленно воплотить в жизнь А то вдруг... А почему не показали, что он сделал за первый день? Именно вот в плане того, что зачёркнуто, что нет Мне кажется, он не сделал процентов 70 вообще ничего из первого дня Муза уйдёт Посудомоечная машина 21 века И так сойдёт Мама так не моет посуду Хорошо, что Матвей хотя бы не додумался посуду стиральной машины положить Разобравшись с мокрыми делишками, Матвей переключился на дела бумажные Посмотрим, что у нас получится с тобой, Матвей На самом деле, в случае Матвея, насколько я вижу, он ничего не делает Лучше, чтобы он хотя бы акцент в первую очередь выставлял на ремонт Чтобы в квартире было лучше Похер на эти 200 тысяч Потому что он сейчас попытается сделать и то, и то Это будет всё в говне и здесь без выигрыша Поэтому, Матвей, пожалуйста Давай, ты просто сделаешь ремонт, покрасишь стены в белый цвет Тебе дадут мебель От телепи... Это... От телепрограммы, дорогая, забил И всё Но обои – это не посуда Тут, тяп-ляп, не управишься Не хотят клеиться Дурацкие обои Неправильные Да что же с вами делать-то, а? Не, обои – это не моё Я человек творческий Извините, нет Как бы... Типа, знаете, что бы у тебя в жизни не получилось, говоришь Я человек творческий, поэтому, как бы, вот это вот немного не моё Говорится, рука жопа Добрый день, Матвей Здрасте Каждый визит тёщи – это трагедия Происшествия Буря И... Ничего И безумие Матвей вообще не любит, когда мама приезжает Потому что всё, что не могу ему сказать я Говорит она Ты что ж такой-то, Матвей, я в тот раз тебе говорил, ручку сделай Да сделал я её, это у вас руки такие Опять ручку сломали Мамуля сегодня приходила Папа на угол, а по-на... еды принесла Немножко тут огурчиков, помидорчиков в магазин заехала Боже, а что посуда-то, какая грязная? В ванной уже моется порция посуды Как в ванной? Пойдём покажу Господи Смотри, технология двадцать первого века Матвей, ну я не знаю, ну это не делал Ну как ты в конце концов, то можно это перенести, помыть? Матвей творческий человек, пожалуйста, не трогай его просто так, он знает, что он делает. Как с вашим поколением тяжело, ну вы против инновации, а? Ей просто невозможно угодить. Вот это вот поколение Игорь, блин, не то что, то ли дело точнее Тимофей, он зумер. Зумер, а не немного по-другому мысль. Теща, пожалуйста, плиз, отбиз. Перестал пытаться, это бесполезно. Пойдем-ка, посмотрим твой ремонт, что ты там делаешь в конце концов. Да чего там смотреть? Так, осторожней, тут клей, тут гвозди, тут лампочка разбитая, не наступай туда. С ума сойти, так же так классно ты можешь. Я выполняю задание поочередно, у меня их вот так выше крыши. И вы тут приходите, начинаете пилить меня и отвлекать, честное слово. После того, как теща приходит, ты с ней пообщаешься несколько минут, у меня потом реально болят уши на ультразвук. Как приходит, так и переходит. Все, Матвей, пошла я. Не могу этому не радоваться. Господи, прямо не знаю. Полы хоть протри, в конце концов. Все, ушла. Всего доброго. Доброго. Странно, что у нас все стекла целые, не разбились от ее голоса. Тем временем, единственная забота мамы – выбор блюда на завтрак. Какой же это кайф, когда готовишь не ты, а для тебя. Прикалывайте, у нее такого не было, ну реально, типа, лет 5-6, вообще. То есть, вообще. Ладно, хорошо. Два раза в год было, когда она с подружками выбиралась куда-либо, в какую-то кафешку, где там, типа, знаете, чизкейк стоит 38 рублей. Все. Так хочется вот ее накормить. Куда не нужно торопиться. Перед тобой восхитительный вид. И можно просто насловиться моментом. А после завтрака можно и мечту исполнить. Это невероятно просто. Когда коня я увидела, я просто замерла. Это было такое счастье. Поехали. Невероятные ощущения. Конь, река, горы. Я как будто в сказку попала. Папа, тем временем, делает второй заход. На поклейку обоев. Привет. А мы с Аней договались на фримаркет. А ее нету? Нет, Ани нету, но я за нее. Фримаркет настолько бесполезная вещь, что я даже... Фримаркет, б***ь. Забыл о нем. Фримаркет – это проверка Матвея на прочность. Ух, сколько у вас вещей. И это вы так часто делаете? Да. А ты разве не знал в твоей квартире, что это происходит? Ну, это порой происходит без меня. Чему я несказанно рад. Зачем это нужно? Это какой-то секонд-хенд на дому. А нужно это, Матвей, твоей жене для помощи себе и другим. Ведь круговорот вещей в семьях бережет финансы и экологию. А вы как остаетесь или пойдете гулять? Ну, мы пойдем гулять тогда. Хорошо. Но извиняюсь, я не Аня, в туалет никого не пущу. Я готов заплатить, чтобы они больше никогда ко мне не приходили. До свидания. Пойду я пока дальше заниматься своими делами. Гости, по всей видимости, слетаются на запах клея. Ведь уже третья попытка Матвея поклеить обои прерывается стуком в дверь. Иду. О, привет. Привет. А где Аня? Аня нету. Аня уехала отдыхать. Ну, хорошо. Да нет, можете не разуваться, вы же далеко не пройдете. Ужас. Цирк. По-другому нельзя. Это просто перец какой-то. Но в этом цирке Матвею все равно нужно исполнить свой номер. У меня, Анютке, нужны туфли. Какие-нибудь красивые. Слушай, я как раз принесла здесь туфли. Да ладно? Да, смотри. Как раз размеры Анютки, кстати. Ее-мое, блин. Ух ты, какие черевички. А на что можно их обменять? А вот тут какая-то у тебя джинсовочка есть. Джинсовка, как бы, знаешь, она недорога, как память на самом деле. Я эту джинсовку не отдам. Это моя любимая вещь. Давай чей-нибудь другую. Поэтому она оказалась на фримаркете. Все верно. Ой, ну музыкой увлекаешься? Увлекаюсь. У меня есть вот такой контроллер. Тут можно все крутить, переключать. Столько всяких наворотов. Все-таки я хочу вот эту джинсовку. Держи, носи, не сноси. Вот пускай только попробует не оценить меня жертву. Все-таки джинсовая куртка. Кстати, долго надо было торговаться с Тимофеем. Типа, блин. Слушай, а давай, можешь, контроллер? Вернее, я хочу джинсовку. Ладно, давай джинсовку. Десять секунд назад я свою джинсовку точно не отдам. Дорог друга. За какие-то ботиночки. Ну, такой себе. Ну все, мы тогда пойдем. Фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу. Хорошо, что это не реклама. И нас не пытаются обмануть, что это, типа, просто в шоу. Ага, да-да-да-да-да-да-да-да. Василис! Что? Смотри, какие туфли для Анюты выменил. Хочешь померить? Это какой размер? Это 38 с половиной. Девчонки, если вам нравятся туфли для Анюты, дайте знать об этом в комментариях. Потому что мне кажется, это, ну, наверное, одни из самых таких симпатичных туфель, которые я видел. Ладно. Если этот выпуск наберет 100 тысяч просмотров хотя бы, уже хорошо. Ой, нет, это другой размер. Какой? 37. 37? Подумаешь, размер не тот. Ну что такого? Да, реально, у меня 47-й, если мне друг подарит кроссы 49-го. Да норм, да, не будет выглядеть как лыжи, и у меня будет палец болтаться, и будет вот столько. И чё? Типа, блядь. Я согласен полностью, Тимофей, бро, как обычно, истину глаголишь. Как наши бабушки и мамы это делали. Засунули ваты, мягонь. Виноградный сок. Forever. Together. Theser вместе. Мы Сигла. Блин, столько сока, столько витаминов, ёберный театр. Так удобно. Опять что ли, а? Здравствуйте. Здорово, заходи. Оп. Подержи, пожалуйста. Еще ручку сломал. У вас как дела у меня нет? Меня Матвей. Меня Павел, очень приятно. Матвей, мне Анна, коллега моя, она вообще передавала мне ручку починить. Вот я, собственно, для этого и пришел. Я даже поверить уже не могу, что у меня эта ручка больше не будет отваливаться. Жена у вас, кстати, вообще замечательная. Я в курсе. Это вообще кто? Очень повезло, завидую. Найди свою такую же. Ищу. Ну, давай тогда подальше от этой квартиры. Пускай ищет себе другое место со своими ручками и влюбленностями. Я вам эту ручку, Рома, у чертов. Ручку он хочет поменять. Знаем мы таких мастеров. Жаль, что ни один, ни другой мастер ручку так и не сделали. Зато градус напряжения в воздухе повысился. Принести на фримаркет вещи, которые нахрен никому не нужны. Это что, шапка из 80-х? Ее кто, гопники носили? Ну, это что, чистые вещи? Что вот с этим всем делать? Вот это вот кому? Почему люди такие безответственные и глупые бывают, а? Какой-то херен несут. Я не очень понимаю принцип работы фримаркета. Если кто-то понял, вот прям реально точно, что это такое, напишите. Мне действительно интересно, потому что я пока что, как понимаю, фримаркет. Типа, они приходят и просто обменивают вещи. Все. А если ничего не хочется менять, человек просто уходит со своими вещами или как? Или как это работает? Прям, у меня столько вопросов, вы бы знали, но я не смогу их сейчас всех задать. Когда Аня вернется домой, дня как... Вон, ребят, ну что, ну я снимаю год и полтора года уже на YouTube. Ну вот первый ролик, где все, я набухался просто. И все. В каких фримаркетах речи просто не будет идти? Ой, алё, а ты чего делаешь? Я вот мастер в воздух. Вот все против меня. Сначала теща, потом фримаркет. Теперь еще и сын родной по всей комнате игрушки разбросал. Ну, с детьми же сидеть вообще ерунда. Может быть, не будем все так выбрасывать, а просто найдем то, что тебе нужно? Аристарх не согласен, поэтому папа идет на крайние меры. Не можешь договориться с ребенком, отправляй его спать. Так, Аристарх, Василиса, я думаю, нам пора готовиться ко сну. Василис, вставай, давай, не надо ложиться спать. Кстати, Аристарх любит слова, связанные с... Короче, я думаю, что все, ребят. Я что хотел сказать? Аристарх не любит слово сон, поэтому лучше слово сон не употреблять перед Аристархом. Лучше сказать, Аристарх, поем-полежим немного. Вот. Расскажите, как ваши дела в комментариях. Ой, что-то мне, конечно, блин, да. Белое вино? Прикольно. Сто лет не пил вино. Спать неумытый и нестистиными зубами. Так, давай, Арюш, умывайся, Василис. Доставай зубную щетку. И давайте-ка мы с вами поставим стирку, а то у нас столько вещей накопилось. Закидывайте. Почему не показывают то, что он выполнил, и то, чего он не выполнил? Потому что у меня есть ощущение, что он не делает ничего. То есть, знаете, типа... Восемь, там, десять заданий на день. Он сделал, там, два, и все. То есть, он вообще максимально ебан, как я понимаю. В стиральную машинку, ну, смотри, твои... Лупин, мама! Не надо! Либо я нагоняю. Я не знаю, сейчас посмотрим. Надо Люпину в стиральную машинку. Почему? Ну, потому что он же живой, а в стиральной машинке ему будет совсем плохо. Я хочу Люпина постирать. Правильно, да. Кошек стирать полезно. А потом не лжи. Ты теперь сама будет стираться. Замечательно. Хорошо, хоть машинка сама стирает. Вот так бы все задания, если можно было сделать, ну, рай был бы. Сегодня был большой. Если бы так все можно было сделать, этой передачи бы не существовало, братик Матвей. Интересный день. Кстати, хорошо, что он не вспотевает и футболку, естественно, стирает. Ага. И на утро он в другой футболке, в чистой. Ага. Супер, да. Я думаю, стоит уже отдохнуть. Пойдем? Пойдем. Я тебя тяну, 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 тяну. Опа. Даже если я чего-то не успел, я все равно молодец. Отец молодец. Итого, к концу второго дня. Папа не делал с детьми зарядку и не учился рисовать. Оооо, меня услышал Всевышний телеканал АЮ. Спасибо огромное. Вот сейчас посмотрите, пожалуйста, что он делает, а что не делает. Потому что я настолько привык отслеживать, типа, в реальном времени, ну, по мере того, что я смотрю, имею в виду. Типа, что он делает, что не делает, что я уже не могу без этого смотреть. А здесь они этого не обозначают. Вот сейчас посмотрим. Ну вот, провел фримаркет, но ценность фримаркета в нуле. То есть он ничего не сделал хорошего на фримаркете. Почему это перечеркивается? То есть, по сути, если логикой руководствоваться того, как они это проверяют, то он сделал зарядку, проснувшись и сделав вот так. Все. Ну, типа, это элемент зарядки. Повторить алфавит можно было просто сделать, типа, там, Аристарх, скажи Б. Он скажет Б, все, сделал алфавит. Ну, короче, это неправильно так оценивать, потому что он не провел фримаркет. Это хреновый фримаркет, где он обвинял одну вещь, очень неуважительно общался с гостями, не позволил никому зайти в туалет. И еще очень много пунктов, если бы мы серьезно смотрели и прям проникались, то я бы нашел много. Вот. Типа, это не считается. Почему это считают? Ну, еще учите, что я пьяный. То есть, я не знаю, я вообще логично сейчас говорю. Наверное, да. Кончилось ничем, но дети хотя бы почистили на ночь зубы. Спокойной ночи. Ты куда? Куда? Куда-куда обои доклеивать. Хотя бы одно не сделанное задание Матвея беспокоит. Совсем хорошим быть нельзя. Ну, просто никто не поверит. Утро третьего дня Матвей решил начать как образцово-показательный отец на детской площадке. Привет. Добрый день. Ну, вы уже гуляете. Да. Ну что, как дела-то, ребят? Как вчерашний день прошел, кстати? Замечательно, очень понравилось. Матвея мил посуду в душе. Надо сказать Василисе, что не надо влезать во взрослые разговоры. Все, больше ярких впечатлений за вчерашний день? Ну, у меня яркие, наверное, впечатления остались от этого сумасшедшего, вообще непонятного для меня абсолютно действия фримаркета. У тебя и так там мешков. Да, вот мы вот эти все дни разгребаем, разгребаем, разгребаем. А тут еще. Еще. Это, наверное, первое, дорогое, я забил за последнее время, что вот я вот смотрю, уже 44 минуты я посмотрел. Да, понятно, что я там бухой, я этого не скрываю, да, бывает такое. Но я не вижу ничего, типа, что поменялось, что произошло? Вообще, хоть какие-то изменения есть? Типа, че... Блядь, ну да, я пьяный. Типа, чел что-то делает, а я вообще ничего не вижу. Может быть, я на утро посмотрю и скажу, боже, какой же я идиот. Идиот, тут все было хорошо, но мне кажется, он какой-то странный. Я думаю, что он не выиграет ничего. Еще, и еще, и еще, и конца и края этому не было. Напоминаю, что остался один день. Сегодня вечером уже приедет ваша любимая. А, это третий день? Здорово. Все должно быть готово. И по правилам нашей программы, если ты, Матвей, справишься со всеми заданиями, ты получишь главный приз программы. 200 тысяч рублей. Вообще круто. 200 тысяч, правда, большая сумма. Когда мы получим приз за все те дни, что я пахал, наверное, мне тоже что-нибудь достанется. Держи. Благодарю. Это на сегодняшний день. Все, до вечера. До встречи. До встречи. Пришел дяденька-ведущий и привез папе новое задание. Ты же мой хорошенький, боже, что мой, все верно. Мы сейчас старый день здесь. Доброе утро. Зарядка, алфавит, дневной. No rules. Нет правил. Матвей, точнее, бля, Аристарх. Аристарх. Сон уже тоже ежедневная рутина. Надеюсь, ты привык. Ну, мы с этим как-то справляемся, да? Хотя с дневным сном у нас порой бывают проблемы. Я надеюсь, что к третьему дню хоть что-то будет сделано. Мы с Аристархом идем на пробный урок игры на африканских барабанах. И хотя тебя это страшно бесит, придется меня подменить. Как Аристарх додумался пойти на игру на африканских барабанах? Я вообще что-то не понимаю. Да, организовала Аня. Ладно, понятное дело, я сейчас осознал, что это не Аристарх хотел идти на игру с африканских барабанами. Ну, пи***ц, типа, мама сидит такая, куда бы отправить Аристарху? Может быть, на игру на африканских барабанах? Бля, это же вообще какая-то странная затея. Я понимаю, отправить Аристарха там на карате, на английский, на бокс, на футбол, на баскетбол. Да нет, давай на африканские барабаны, бля, я... Нет, потому что Матвей бы его не организовал. Алюша хочет играть на барабанах, он знал об этом, но... На африканских барабанах, деточка, не путай, пожалуйста. Он постоянно говорил, потом, потом, потом. Сегодня я работаю на мероприятии. Потомк, потомк, потомк. Это пляж на Пхукете. Все, ребята, выключайте ролик срочно. Нужно обзвонить аниматоров, договориться с Володей, чтобы тот привел обезьянку, а тебе придется заняться аквагримом, вместо меня не подведи. Что это? Как это делать? Это же вообще... Ну какой из меня аквагример? Наши чайные запасы иссекли. Обычно я хожу с детьми в лес за душицей, а дуванчиками и чабрецом. Сегодня это придется сделать тебе. А как я отлечу душицу от дуванчика и чабреца? Лишь бы он там ничего ядовитого не насобирал. Я уверен, что ты доделаешь ремонт в срок. Пишет нам удачу. Я призываю, что папа не справится. Не переживай, он не справится, все норм. Аристарх, не парься вообще. Ну что, пойдем делать задание? Пойдем. Арень, спрыгивай. Да, сначала зарядку. Я согласен, давай сделаем зарядку. Идем сюда. Что, я не мужик с детьми, зарядкой не позанимаюсь? Давайте сначала начнем, знаете, с чего? С приседаний. Итак, руки впереди себя. Вытягиваем. Они нам показывают третий день, вот он начал с зарядки. Что происходило в первом, во втором дне? Сколько он не выполнил? Где долги оставшиеся, накопившиеся? Что он из этого сделал? Бля, это самый странный чел. Если он получит деньги в конце... Я понимаю, что я пьяный, я много чего упустил. Наверное, кому-то забавно. Но, если он получит деньги, я реально расстроюсь. Это потому что, ну, он не заслуживает вообще ничего, мне кажется. Он просто какой-то пустозвон. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. В одну сторону. В другую сторону. Вдох. И выдох. Бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо. А-па-па. Голова закружилась? Да. Значит, просто... Да, закружилась. О-о-о-о. Пается голова. Ну что, мини-зарядка закончена? Давай 5. пойдемте дальше выполнить задание зарядка была очень маленькой сани мы вообще не делаем утром как мне это все сделать столько заданий написала информация никакой ладно хотя бы есть возможность один раз ей позвонить придется и воспользоваться да нет у меня к тебе есть единственный звонок у меня есть ровно минута мне сейчас нужно тебя узнать первое по поводу праздника где будет праздник проходить так хорошо как котенка вы выкинула забор плыви матвей хорошо что я не буду к вина выпил за ролик все норм держите контакты по этому празднику хорошо я надеюсь он понимает насколько для меня важен этот праздник смешно он понимает естественно блин для меня и для моих будущих заказов алёй здравствуйте сегодня праздник детский на как сегодня празднику девчат сегодня будут танцы ту-ту-рю-ту и чё-то там дадам горят с утра горят румянцем пришли девчонки стоят в сторонке платочки в руках чё-то там от того что на 10 которым а не должна была работать мне бы узнать поподробнее кто там нужны из артистов да кто кто маргинштейна джей и слава мэру и во сколько все будет происходить алла владимир хорошо попозже перезвонил сегодня в пять часов вы сможете с обезьянки чипик нам приехать лишь бы обезьянка не подвела иначе это будет очень некрасиво с ее стороны эхо у нас должен еще быть аквагрима временной татуировки как же мне их делать кстати временной татуировки я себе буду в скором будущем бить рукав вот я уже все продумал через четыре дня примерно получу эскиз вот энди что вам понравится если найдутся те кто осуждает ну всегда находятся те люди что что-то осуждает поэтому короче ждите скоро у меня будет вот отсюда вот так вот сюда здесь вот так вот тоже короче рукав будет вот такая вот информация это юбилейный ролик юбилейный ролик алкогольный ролик ну я могу помочь время татуировки делать здорово молодец вот отец молодец и дети сразу тоже молодцы хороший пример он заразителен и раз все так удачно срослось с праздником папа решает попытать удачу с барабанами барабаны где-то должны быть записаны барабаны добрый день меня зовут матвей мы бы хотели к вам записаться с детьми на урок барабанов а мне могут узнать во сколько и где это так 15 45 о чем временем мама наконец-то как она там отдыхает пока папа познает искусство тайм-менеджмента мама вообще никуда не торопится у нее время для отдыха массаж я очень люблю правда здесь я позволила телу отдохнуть уму наверное тоже какое-то неимоверно классное чувство то есть у тебя дыхание твое восстанавливается ты прикольно да что для нее это ну я это всегда говорю если честно и меня не зазорно ни капли то что я всегда повторяю плюс-минус одно и то же потому что как бы всегда люди разные смотрят мне хочется реально до всех это донести представьте насколько сильно ее восхищает максимально банальные вещи максимально банальные вот и это так грустно для меня лично реально вот короче я вам так скажу вы можете думать многие по-любому ладно не многие может быть какая-то часть точно типа понятно чел снимает что там говорит я вам клянусь вот своим сердцем реально я вообще не обманываю мне очень грустно смотреть на девушек которые вот приходят просто в отель где знаете типа кровать две тумбочки и окно и все белое ну то есть все просто добротные такие то есть вот мне от этого грустно то есть я не могу сказать типа вау как круто мне грустно потому что если для нее вот это вот настолько сильно это насколько вот плохо всю жизни я вспоминаю какой там муж и вспоминаю как все плохо имя так от этого грустно знали просто Она идет просто на какой-то массаж И у нее просто целая история Она, мне кажется, книгу может написать Как она идет на массаж Это настолько обычная вещь Которую вот должна любая девушка Себе позволять, которая живет с мужчиной Но вот для них это прям вот Отдельная вот рубрика В передаче, понимаете? Отчего мне грустно, вот, это ужас Ты принимаешь сразу Эту атмосферу Да, ребят, извините Я вообще накидался А пока мама свое дыхание Восстанавливает, папа не может Его перевезти Перед выездом у нас еще есть целый час Поэтому, наверное, надо покрасить дверь Ненавижу я покраску Это самое тупое, глупое времяпрепровождение Самое глупое действие Хотелось, как Том Сойер, найти кого-то, кому Эту дверь отдать Ох Начнем потихоньку Только ручку не красить Ручку не будем красить И помощь пришла Но очень уж маленькая Я хочу тоже тебе помочь Давай Сейчас тогда бери вот эту банку Вот здесь вот я тебе ее ставлю Бери, прикольно, да, что Аристарх такой Я тоже хочу тебе помочь Кисточку Макай Потом вот так вот делай И вот здесь красть Держи Как хорошо у тебя получается Молодец Старайся не капать Бля, так он хорошо с ним сейчас общается Что как будто бы хороший парень Но Даже при том, что я пьяный Не нужно вестись на эту провокацию То есть это сейчас просто Манипуляция Во, манипуляция Молодец, Аристарх Ты такой умничка Мы-то знаем, что он гнида Ладно, не обязательно прям гнида Ну ладно, подождите Сейчас, секунду Я сейчас все скажу А я твой помощничек Помощничек Самый главный мой помощничек Молодец Блин, ну как-то слишком мило он общается Ладно, возможно молодец Реально Сейчас без шуток Я хочу в Мишленовский ресторан Ну, отлично Готово Мы дверь в белую покрасим Да, кстати, это точно просто белые Прикольно А Василис, а будь добра Найди, пожалуйста, временные татуировки Для праздника То, что мы сегодня поедем Он не художник Да, это надо понимать Он человек Звук, а не человек Красок Самое сложное для него, думаю Было найти грим Скорее всего, когда он начался Разбирать огромную комнату Он просто все свалил Куда-нибудь Ого Средства и тараполеты Замечательно Давай, знаешь, как сделаем Я сейчас возьму это все соберу Чтобы потом отправиться на праздник Хорошо Алеш, игрушки собирай Вот снова не понимаю Василис, когда... Ребят, я либо бухой Я еще раз извиняюсь Либо где, блядь, какая-то комната Что-то происходит вообще в этой квартире? Осталось 9... Ладно 8 плюс 3 8 плюс 3 Это 8 плюс 2 10 Если я врубаю Осталось 1 от 3 11 11 Осталось 11 минут шоу Нам не показали вообще ничего Из новой комнаты Типа, что изменилось? Что? Не показали никаких Практически Практически Некоторые показали Выполненных заданий И у меня вопрос Что я смотрел 52 минуты? Я понимаю Еще раз, что я пьяный Извиняюсь Но я не понимаю, что я смотрю Вот Поэтому я не одобряю такие просмотры Мама собирается на работу У нее 2 чемодана 8 костюмов Из кучи истерики За 10 минут мы собрали А я-то молодец Мы уже опаздываем Нам надо скорее ехать Первая точка в гастрольном туре Бенда Матвея Закалова Игра на барабанах Все, давайте докажем Аристарх, да? Да Катя Музыкальная семья Мама поет Папа звукорежиссер Но я вам показывала Еще и африканский барабан И вот, наверное, с этого момента Как раз у нее любовь к барабанам И проявилась Держи палочки Держи палочки Давай, бери палочки Держи двумя руками Как мы держим палочки? Тогда мы сможем барабанить И они у нас будут летать Пойдем теперь сядем за барабан И попробуем постучать в барабаны громко Здорово Ты не боишься громких звуков? Боюсь Боишь? Надо быть сначала тихонечко Боюсь А потом погромче Счастье в головах прям горело У нас есть вот такая штука Называется Одна минутка безумия Аристарх, у тебя есть одна минуточка Мы с папой отсчитываем Вот И мы играем по всему, по всему, по всему Главное, чтобы не было тишины Барабаны не любят, когда они молчат Давай, бей по барабанам По всем, по всем, по всем Главное, не замолчать Все барабаны должны говорить Берем тупые ногой Малыш, тебя же есть целых двереньких Давай, пошуми Хорошенько, пошуми Да, я сейчас задумался Знаете, над чем вообще это жесть? А представляете, вот люди, которые идеально играют на барабанах Когда вот прям вот идеально точные звуки Я вот сейчас смотрю на все вот это И понимаю, насколько это сложно Насколько это монотонно Насколько это Бля, короче, давайте так Я думаю, что быть крутым барабанщиком Намного тяжелее, чем быть крутым Блин, нет, подождите, я рано делаю такие суждения Ну, короче, у меня такое ощущение, что Барабанщиком быть намного сложнее, чем экономистом Вы можете сказать Смотря каким экономистом А я могу смотреть А я могу сказать Смотря каким барабанщиком Все Пожалуйста, удалите это из Ютуба Короче, у меня есть ощущение, что Крутой барабанщик Это очень тяжело Ну и сейчас я понимаю, что Крутой экономиста Это тоже очень тяжело Но мы же понимаем, что экономистов много Никакущих Как и барабанщиков Бля Короче, все Так круто бить палочками Барабан Отлично Кто-то уже не боится громких звуков, да? Молодец Совсем не страшно Здорово Здорово Победа Победа Победа, молодец Теперь я хочу свою барабанну встану Купи мне барабанну, папа Да, кстати, в таком возрасте точно интерес остается на длительное время Ага Стоит доверять Аристарху точно Да-да-да Фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу Покупайте барабанную установку Ага Спасибо вам большое Держите Было очень интересно Ариш, скажи большое спасибо тоже Спасибо До новых встреч Всего доброго Я уже вообще не понимаю ниху Просто прошло 54 минуты Я не понимаю, что делает этот батя Ничего не показывают Что он выполнил Что с комнатой Ничего Сын счастливый, я счастливый Чистый кайф Вам понравилось? Да Еще раз сюда приведем? Концовка Виноградного сока Ножки высокие Полусухое Полусладкое Четыре в третьей степени Поехали Альведранж Италия 1937 Аристар Ибадум Ибадум Сделай Конечно Когда мы получим выигрыш Мы купим барабанную установку детям Я не уверен, что получишь выигрыш, бро Реально не уверен Без негатива, кстати Микрофон Культ небольшой Да-да-да А я, когда сниму ролик Я получу тоже выигрыш Куплю себе браевый джет Свой самолет Непосредственно небоскреб Квартиру в Нью-Йорк Так, продолжай дальше Свои мечты Холоночки И семейное турне продолжается Новая площадка Детский праздник Где Аня обещала поработать гримером А отдуваться будет Матвей О, добрый день Здравствуйте Здравствуйте Привет-привет Привет, ребята А мы сегодня будем Рисовать аквагрим Как-то странно Мне же надо понять свою жену А потом Когда мы включим фокусы животных Давайте сделаем аквагрим И следом сразу фокусы животных Договорились Все, поехали по одному Договорились Поехали Занимаем очередь Кто не успел, то опоздал Я первый побежал на аквагрим Хотя лучше бы вы все Нормальная шутка была Сбежали в другую сторону Ох, что ты хочешь? Бабочку Бабочку? Давай Так Какую бабочку хочешь? Красивую? Не, красивую гарантировать не могу Тут уж как пойдет Вот Готово Кто следующий? Кто следующий? Кому рисунок идем? Это собака была Или какой-то робот? Да Во мне живет художник Мы все, а то уже прям Столько нарисовали Все, по-моему, желающие Да, да, друзья Мы классно отдохнули Спасибо вам огромное Спасибо огромное И вам тоже Пока-пока Ну-ка, ну-ка, ну-ка Что скажешь? Да Я умею делать шоу Я тоже, братик Умею делать шоу вместе Forever Together Вместе мы сила Поехали Я тут не просто так Надо быть Я тоже В миру хорошим В миру раздолбаем В миру веселым Вот и все Баланс, конечно Нужно соблюдать баланс Как минимум Ага Ну что, дорогие друзья До свидания Всем пока-пока И хорошего настроения А что, я сбыл вообще Я выложился по полной Надеюсь, мне это хотя бы Чуть-чуть, но зачтется Поехали дальше Поехали дальше И чтобы выполнить следующее задание Ехать никуда не пришлось Матвей решил пополнить чайные запасы Прямо здесь, в парке Я страшно Не бойся, я с тобой А со страхами надо бороться Мы идем в лес Для того, чтобы найти И пополнить запасы чая Который у нас закончился Они типа запасы чая пополняют Походами в лес Всегда Это так странно Там нельзя собирать Наш наказ Попробуем найти чебрец Попробуем найти мили Ладно, ребят Отписывайте отменно Я вообще не понимаю, где они Че это, блядь Рису, мяту Может быть Шалфей и вам чай нам попадется Если бы это увидел охранник Он бы нас точно выгнал А вот они и есть Здесь наши полезные Собственно, травинки Опа Что это такое? Ежевичка Так, а это? Ежевичка Ммм Ароматная какая Нам бы с вами иван-чай Ребята, если хотите ежевичку Дайте знать об этом в комментах Кипрей найти Так Ну, уже, смотри Неплохо набрали Теперь едем домой Все это посушим И мы будем пить вкусный чай Я чай пить Люблю Собирать Не люблю Я чай, который собрал Матвей Можно с Яндекс.Лавки Заказывать чай Не надо нахуй Собирать Ходить Матвей Не стала бы пить На закате дня Матвей возвращается К ремонту Поняли, что нам С вами все это время Не показывали Что происходит в комнате Матвей Матвей собирается Дальше делать ремонт По телефону Кто-то в шоке Он, наверное, выиграет И я скажу Ой, я же не понял Извините меня Но у меня есть ощущение Что он не может Ничего выиграть Потому что ничего Не показывали Вообще ничего Либо Все-таки Да Я люблю оставаться посередине Я не люблю категоричничать Я идиот И сегодня Впервые решился Точнее, не решился Случайно напился Такое бывает И прошел ровно год До того момента Пока Я не пришла в гости к нему Ой, ну что ты так скромно крадешься Добрый вечер, Андрей Привет, привет, Аня Какое у тебя платье кожное Вообще-то Адреды сняли с нее Другой стиль Прическа Пришлось Отречься От косичек И сменить имидж Надеюсь, мужу понравится Я не знала, что творится Все эти дни Я была на иголках Тем не менее Периодически отдыхала Релаксировала На второй день Я начала хоть потихоньку Отпускать ситуацию Но было непросто Ну, дела там двигались За три дня С разными успехами Предлагаю тебе Самой на это все взглянуть Самое главное Что в целом с успехами Даже если с разными Не важно Успех это лучше, чем ничего Какое все желтое Привет Привет Эти эти мусором Блочек, чего у тебя там Кто у тебя Добрый вечер А что произошло с комнаты? Покажите, что еще Что еще, кроме дивана и пуфика Точнее дивана и кресла Привет, Матвей Комната тебя нравится? Привет, ребят Ну, в ее глазах у нее такое прям счастье-счастье было Я надеюсь, вы соскучились Да, очень Не плачем, короче Совсем Нет, вот собственно вот так и получилось Шторы, просто в этом доме есть шторы Да, теперь можно так уютно загораживать Здесь есть свет, его много А посмотри, какой ковер получился Мягкий, теплый, уютный На нем и играть можно и валяться Его удобные пылесоски, дети не замерзнутся Понравилось то, что вот это вот присутствие желтого цвета Уютные диванчики Неужели я все это время ошибался Ему сейчас дадут деньги, все супер Как это произошло? Неужели я настолько сильно много выпил Я выпил всего лишь 4 бокала? Понравилась подсветка, да Пожалуйста, чтоб сидеть Вот красивый потолок Не знаю, я вошла просто в какое-то другое измерение Мы постарались, мы сделали Ты просто супер молодец С другой стороны, что там за ремонт? Типа убрать все, что было из комнаты Наклеить обои и поставить два дивана Все Ладно, может быть Я не считаю, что он должен получить деньги Но если он получит Я это спихну на то, что я напился Она стала выглядеть старше, кстати Я горжусь своим нужным Ну что, перейдем к главной части нашей программы В этом конверте мое решение Я, наверное, получил Скорее всего, все мои доводы Это какая-то хрень, извините Кто будет открывать? Давайте я Ты готова? Ну что? Кстати, Арестарк заинтересован максимально Чел просто спит Ноль! Ноль! Матвей Я хочу объяснить тебе свое решение Глядя на твой подход к заданиям Бля! Я думал, я уже с ума сошел Вы поняли? Давайте так, еще раз Все, кто вдруг Чего-то маломальски не поняли Я впервые На сольном ролике Выпил Я действительно потерял чуть-чуть контроль Но Я люблю свое дело Я вам клянусь Я понимаю, что я смотрю И мне показалось, что я не видел ничего Я понимаю, что он не выполнял почти ничего И я пропагандировал то, что он ничего не получит И он ничего не получил То есть, может быть-то я не такой-то и пьяный Я сделал вывод Что ты в проекте Не ради своей семьи Странно И даже не ради жены А ради кого? А ради главного приза 200 тысяч рублей Давай посмотрим Что ты говорил Эти три дня Да Я умею делать шоу Я тут не просто так Это моя любимая программа Я от начала до конца Все три сезона посмотрел Прежде чем принять участие в передаче Всегда есть определенные правила игры Надо быть в меру хорошим В меру раздолбаем В меру веселым Вот и все Совсем хорошим быть нельзя Просто никто не поверит 200 тысяч правда большая сумма Когда мы получим приз За все те дни, что я пох... Аааа Бля, нихуя Я вообще не пом... Ну, нет Сейчас в скупе понятно Насколько это звучит странно Я понимаю решение пифа Но Я уже половину забыл Потому что это же важно Именно понимать Эээ Когда вот все эти фразы вместе Хол Наверное мне тоже что-нибудь достанется Но ты погнался за деньгами И за выполнением заданий И упустил самую важную вещь Правда Ты так и не понял Чем и как Живет Аня На мой взгляд Ты упустил самое-самое-самое важное То, что было ценно для Ани О чем она говорила В самом начале нашей программы Мне честно Это неправильно Тебе никто не подставлял Ты вышел Супер классный папа Который действительно Может все Может готовить Может сидеть с детьми Я вышла больше В этой картине Истеричкой Я вышла в этой картине Может быть дурачишься Еще что-то Это же это шоу Помните Что груз Который вы сбрасываете Со своих плеч Всегда ложится На тех Кто рядом Берегите и радуйте Своих близких Это шоу Дорогая Забил Пока Блин, ну вот такой выпуск Я понимаю Почему жена Недовольна Реально Выставили все так Что вот она Какой-то нытик Хотя мы все Прекрасно с вами понимаем Что она делает работу Намного больше Чем он Он не делает ничего Он делал что-то Непонятно что Ладно, хорошо Давайте Не непонятно что Он делал что-то На протяжении трех дней Пока был в проекте Он понимал Какие правила Он понимал Как отреагирует На то или иное действие Это четвертый сезон Люди уже на опыте Которые делают шоу Поэтому ничего не получил Я с этим согласен Хорошо что Хоть какой-то ремонт Сделан И Жена Рада И Аристарх Вот Но в целом В целом Ужас Ужас в том плане Что какой муж Как он себя ведет Как он мыслит Я не хочу это обсуждать Все прекрасно все понимают Поэтому ребятки Я пойду Спасибо за просмотр Вот так вот бывает Не знаю что Что вы напишите Либо то что я идиот Либо то что это смешно Я вас целую Люблю Обнимаю К сердцу Прижимаю Учите Свою любовь С фотографией В айфоне В понедельник Пацанки До встречи Спасибо за просмотр Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok